Изучая период истории России до Романовых, я столкнулся с тем, что нет прижизненного портрета самого известного царя из рода Рюриковичей Ивана IV Васильевича, впоследствии названного Грозным. Мне это показалось странным. Неужели на Руси не было мастеров, которые бы смогли нарисовать царя? Образ Ивана Грозного в том виде, как мы его сегодня представляем, сложился во второй половине XIX века, благодаря таким художникам, как Седов, Шварц, Воснецов. Из наиболее ранних портретов Ивана Васильевича можно найти на Порсуне, датируемом концом XVI – начало XVII века. То есть изображение было сделано уже после его смерти. Но если сравнить это изображение с изображением апостола Павла на иконе XV века, то мы можем заметить определенную схожесть. Может быть художник, который рисовал его портрет, позже просто черпал вдохновение у художника более раннего периода? Разнообразие изображений Ивана Грозного породило версию о том, что царь Иван Васильевич – это собирательный образ четырех разных правителей, живших в разное время. Однако, если учесть, что художники не жили во времена Ивана Грозного и не видели его в лицо, то можно предположить, что они просто фантазировали, когда его рисовали. Либо придумывали ему образ, чтобы скрыть его реальное изображение. Советский антрополог Герасимов восстановил внешность Ивана Васильевича по черепу. Казалось бы, можно закрыть эту тему, но, как известно, череп Ивана Грозного сохранился очень плохо. Было совершенно разрушено его основание и правая височная область. Поэтому возникает вопрос, не является реконструкция лица Грозного, выполнена Герасимовым политическим заказом? И еще, нет самого главного – портрета, как же он выглядел. В мае 2017 года прижизненный портрет царя Ивана IV, вытесненный на переплете первопечатного апостола 1564 года, был открыт с помощью методов мультиспектральной съемки. Изображение считается угасшим. Вытесненное на кожаном переплете, оно со временем разгладилось и в настоящее время уже не видно невооруженным глазом. Чтобы визуализировать портрет, были использованы специальные методы съемки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений. Съемку и обработку изображений проводили сотрудники Государственного исторического музея, в фондах которого находится уникальный экземпляр апостола и Института космических исследований РАН. В официальной новости Российского информационного агентства было сказано, что проявленный таким образом портрет станет предметом изучения для историков. В новости по телевидению показали такую картинку, на которой просто образ скульптуры Герасимова наложили на проявленный портрет. Очевидно, это сделали с помощью фотошопа, чтобы не смущать зрителя. Однако образ, который удалось получить, совершенно не соответствует наложенному образу скульптуры. Полученный учеными портрет выглядит размытым. Специалисты не сделали самого главного. Не выделили контуры. Я решил это сделать за них и теперь понимаю, почему это не было сделано. Мы видим человека, который совсем не похож на варяга, а похож больше на тюрка или даже монголоида. Поэтому вопрос, как выглядел царь Иван Грозный и какой он был этнической принадлежности, остается открытым. Впрочем, выводы делайте сами. Субтитры создавал DimaTorzok